Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием My Summer Car. И сегодня у нас будет очередная медитативная серия, опять отдых после схватки, и скоро начнется третий раунд, друзья, и, возможно, решающий. Сегодня мы с вами заедем в тоннель, давайте, кстати, определим сразу наш маршрут, заедем в тоннель, посмотрим, там вроде как говорили, какая-то пасхалочка есть, также мы заберем диван на свалку, заедем, и осмотрим спортивную площадку, вроде как это футбольная площадка, так что был бы у нас футбольный мяч, было бы, конечно, отлично, но у нас есть только баскетбольный, так что возьмем его, почему бы и нет. Так, ну смотрите, мы, значит, выедем и, наверное, поедем сразу вот так вот по путям на свалку, заедем вот здесь вот до конца, проедем, посмотрим, что там, завернем сюда, на свалку свернем, возьмем диван, потом в город и через город, в Лопе, через Лопе, вот сюда уже, опять же, посмотрим, что здесь на конце, ну и в городе, естественно, мы заедем, опять же, на спортивную площадку, а потом снова по путям и домой. Вот такой вот наш сегодняшний маршрут. Поедем мы, конечно же, на фургончике, очень давно я на нем не катался, потому что только в фургончик залезет диван. Ну хотя, я не знаю, может быть, и в грузовик залезть, да вряд ли. В салон его, наверное, можно все-таки засунуть. Но я не знаю, наверное, рисковать не будем, возьмем сразу фургончик, чтобы наверняка туда мы уже диван помещали, все отлично. Плюс еще здесь напитков, смотрите, наших любимых навалом. Берем оставшееся пиво, так, сразу, наверное, все ящики, как раз выкинем пустые ящики на свалку. Так, сюда, сейчас мячики, естественно, возьмем. Одна бутылочка в этом ящике осталась. Так, дальше, 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 что мы еще с собой возьмем, помимо мяча? Ну, наверное, все, на самом деле, больше нам ничего не нужно. Конечно, немного еды не помешало бы. Так, мяч, 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 мяч. Мяч, погоди, твою мать! Это был, конечно, хороший бросок под машину. Опять закатывается мяч. Давайте вот так вот аккуратненько его сюда положим. Так, и сразу же быстренько закрываем все это дело. Так, да, давайте немного еды возьмем, на всякий случай. Что ж, друзья, я готов к поездке, выезжаем на дорогу. Так, нужно привыкать снова к фургончику, какой же он резвый. И, конечно же, мы включаем радио. Так, замечательно, е-мое. Как бы не перевернуться сейчас в начале на фургончике, но я думаю, мы с легкостью назад его перевернем, если что. Ну и все, друзья, поехали, поехали. Подъезжаем к железной дороге. Я, кстати, уже пару раз в занос ушел. Все-таки нужно привыкать. И также нужно не забывать, что на фургончике нет никаких ремней, уж тем более каркаса безопасности. Так, здесь мы поворачиваем. Так, нормально, вроде выровнялся. Е-мое, может произойти сейчас страшно, друзья. Так что мы будем, наверное, рядом с железной дорогой ехать. Потому что я прям почувствовал, как чуть наш фургончик не перевернулся. Вот так вот будем ехать нормально. Вон, смотрите, виднеется уже тоннель. Сейчас мы туда заедем и посмотрим, что же там такое. Ну, скорее всего, ничего, что-то мне подсказывает. Но вроде как писали, что есть некая пасхалка. Так, давайте радио, наверное, уже выключим. Вот, блин, как всегда, погромче его делаю, вместо того, чтобы вырубить. Так, блин, ну и здесь я могу съехать, честно говоря. Сильно разгоняться, в общем, не будем. На второй передаче нормально попрем. Спокойно. Так, лучше это деревце объехать. Как всегда, летающие деревья. Но вроде как я столкнуться с этим деревом не могу. А могу его насквозь проехать. Так, аккуратненько здесь притормаживаем. Так, уже практически доехали, друзья. Волнующий момент. Момент истины. Называйте как хотите. Сейчас мы узнаем тайну этого тоннеля. Так, тихо здесь притормаживаем. Аккуратно. Нормас. Так, там, по-моему, можно немного даже проехаться. Честно говоря, я думал, он завален. Но мы можем чуть-чуть проехать, по-моему. Возможно, здесь сейчас будет невидимая стена. Но мы видим, во-первых, структура самого тоннеля неаккуратно сделана. Так. Блин, это тяжело. На самом деле было легче гораздо на грузовике. Так, ну вот так вот на самом деле нормально вроде как. Но все равно лучше, конечно, перестраховаться и сильно не разгоняться. Так, ну, там есть конец все-таки. Белого света не видать в конце тоннеля. Но тем не менее, что-то непонятное. Это текстурка, по-моему, что ли, проходит? Да. Замечательная текстурочка. Так, проезжаем ее. И, по-моему, там надпись какая-то есть. Да, что-то там написано, друзья. Я надеюсь, не на финском. И написано, по-моему, на финском. Да, друзья. Блин, дерьмо. Так, ладно, давайте тормознем. Нейтралочку включим, выйдем. Но ради такого случая я все-таки возьму телефон. Сейчас врублю переводчик и попробуем перевести эту надпись. Так, все, я заморочился, достал телефон, воспользовался переводчиком. И надпись гласит, вы находитесь в туннеле, возвращайтесь домой и спите всю ночь. Вот, собственно, и все. Замечательный совет. Так, а сквозь я не могу пройти? Нет. Так, ну, спасибо за совет. Пожалуй, так и сделаю. Только для начала все-таки надо забрать диванчик наш. Блин, а теперь тут хер развернешься. Придется задом сейчас задавать. Такая вот дресня получается. Так, скрываем. Или может все-таки попробуем развернуться? Да нет, вряд ли здесь получится. Так, ладно, давайте заднюю врубаем. И будем аккуратно задом сдавать, пока не выйдем из этого туннеля. Так, нормально. Ну, нормально на самом деле идет. Сейчас быстро выедем. Вроде нам ничего и не помешает. Так, отлично. Ладно, мы отправляемся на свалку тогда. Выкинем пару ящиков. Возьмем диван. И потом отправляемся уже в город. Подъезжаем к свалке. Включаем поворотничек. Кстати, я совсем забыл про поворотники. И уже практически их не использую. Надо уже нормально водить. Так что впредь будем использовать уже в поворотнике. Будем соблюдать все правила. Ну, иногда. Иногда соблюдать, иногда не соблюдать. Так, давайте хлебнем немножко пивка. Так, и мы доехали до свалки. Так, я не помню, где конкретно диван находится. Так, ну вот сейчас мы ничего не соблюдаем. Просто сюда резко сворачиваем. Хотя, что тут соблюдать. И где-то в конце, по-моему, свалки диван находится. Возможно, его, кстати, здесь и не будет. Может, он просто пропал раз и навсегда. Пока что я ничего такого не вижу. Так, вон он, вон он. Нет, все-таки заспалнился. Отлично, друзья. Так, ну давайте добиваем пивчанский, например, из этого ящика. И сейчас выкинем ящик. Смотрите, сделаю это на ходу. Оп! Нормас. Разворачиваемся. Так, все, останавливаемся. Забираем сейчас быстренько диванчик. Так, у нас еще есть. Да, вот еще. Практически пустой ящик. Тоже давайте швыронем куда-нибудь сюда. Так, ну, неважно, короче. Это все равно свалка. Она довольно обширная. Везде можно раскидать ящики. Так, забираем нашу софу. Можно уже даже сейчас подремать, по-моему. Но сделаем мы это чуть попозже. Смотрите, как удобно, кстати. Запихиваем софу. Вот сюда. Я надеюсь, сейчас мячик не выскочит. Из-за того, что я пытаюсь засунуть сюда диван. Вот так вот засу... Да, убери ты трос! Так, засовываем софу. Вот, и захотелось нам подремать. Мы открываем заднюю дверь. Почему-то на крышу залезаем. Так, все, нормально. Вот, залезаем сюда и, похоже, нельзя поспать. Да, уже нельзя. Или можно? Можно. Так что, отлично. Залезаем внутрь. Чуть-чуть дремем и продолжаем. Твоя мать, не закрывается. И продолжаем наше путешествие. Можно сказать, мы уже походим на хипарей. Так, ну-ка, все, отлично. Закрыли. Ничего я не потерял важного. Вроде как все на месте. И теперь подъезжаем к городу. Такой один день из жизни финно-подростка. Вот чем финны в деревнях и занимаются. Сначала на свалочку сгоняют. Потом в тоннель посмотреть, что там находится. Так, ну, Федька, как всегда, на своем месте. Так, и давайте вспомним, где у нас площадка. Так, по-моему, прямо, если я не ошибаюсь. И где-то она здесь будет, да? Вроде как да. Да, вот она, друзья, площадочка. Так, ну, давайте заедем, посмотрим. Так, ну, на вид обычная спортивная площадка. Здесь не только можно играть в футбол. Здесь можно заниматься и бегом. И даже, возможно, организовать игру в бейсбол. Ну, на самом деле, здесь, конечно, можно заниматься чем угодно. Вот такие вот ворота без сетки. Так что, если забил кто-то гол, мяч просто улетает в лес. И потом ребятня ищет этот мяч по полдня. А там его уже сожрал какой-нибудь кабан. Так что никто здесь не играет, друзья. Ну, я не знаю, зачем я брал, на самом деле, баскетбольный мячик. В футболу им особо не поиграешь. Потому что у нас нет ног, к сожалению. Да, и мы его пнуть не можем, друзья. Вот такая вот херня. Но мы можем, знаете, что сделать? Мы можем выпить три бутылочки пива. Вот так бросить. Давай быстрее, блин. Ты еще не научился быстро пить залпом. Так, мячик, мячик, подожди, не укатывайся. Так, вторая бутылочка. Мячик, мячик, ты куда? К воротам сам автоматически уже автонаведение. Хотел подкатиться. Ну, давайте, две, короче, бутылки хватит. Ставим бутылочки. Если мы в таком состоянии хоть что-то сможем поставить. Такое ощущение, что здесь неровная поверхность. Смотрите, бутылки не ставятся. Что происходит? Ну-ка, ну-ка. Твою мать, да что за херня? Короче, хотел в боулинг поиграть на спортивной площадке, но бутылку здесь поставить просто нереально. Нет, ничего не получается. Здесь под наклоном все, по всей видимости. Хотя, не особо-то и заметно. На первый взгляд. Может быть, на поле получится? Так, ну-ка, давайте сюда подбежим. Попробуем поставить сюда бутылку. Сначала ее кинем. Потом поставим... Нет, нихера не получается. Че с говно? Или, может быть, пустую бутылку вообще нигде не поставить? Надо было использовать бутылки-самогонки. У нас, кстати, тут одна или две были. Давайте сейчас найдем и протестируем. Допустим, вот, это полная бутылка. Давайте попробуем ее поставить. Так. Не, ну смотрите, они автоматически сразу укатываются. Хотя вот сейчас она вроде как... Да, смотрите, а эта бутылочка ставится. Так, ну-ка, берем наш мяч. Блин, занимайся какой-то херней. Зачем я это делаю, не знаю. Так, бросок и прямое попадание. Не знаю, зачем я это делал, друзья. Столько мороки. И для чего вопрос остается открытым. Наверное, я просто уже схожу с ума в этой деревне. Да еб твою мать. Все повыпадало. Надо было, короче, ехать уже дальше. Так, мяч, естественно, укатился. Короче, оставляем здесь мяч. Сейчас забью гол с этой стороны. Смотрите, подпрыгиваю, резко его кидаю. И рано или поздно он отскочил, как будто там камень какой-то. Ай, ладно, хер с ним. Так, бутылку главное забрать. А все остальное уже не так важно. Мы все-таки любим больше эти прекрасные напитки, чем спорт. Так что закрываем. Берем ящик. И едем дальше. Но, скорее всего, с другой стороны туннеля... Тут где-то еда торчала. Точнее, молочко. Но, с другой стороны, туннеля, наверное, такая же надпись. Так что ничего особо интересного мы, скорее всего, и не найдем с вами. Так, ладно, погнали. Кстати, чуть не забыл показать еще одну новую возможность, добавленную в недавнем обновлении. Раз мы все равно сегодня аутируем. Так, это возможность купить кофе. И что из этого кофе? Ну, скорее всего, вот этого. Так, ну-ка, чашечку кофе мне, пожалуйста. И кофе снимает усталость. Вот, смотрите, сейчас следите за шкалой усталости. Смотрите, какая чашечка замечательная. Прям чувствую, что ее не мыли, не знаю, лет пять, наверное. Так, что там, кто-то поехал? Автобус, наверное, рванул, да. Так, слушайте, а я не помню, где припарковал свой фургончик. Возможно, сейчас автобус его протаранит. Я просто решил сюда пешком дойти. Так, ну-ка, пьем кофе. Или не пьем? Пьем кофе. Так, и да, немножко, немножко уменьшается усталость. И мы чувствуем себя замечательно. Блин, только посмотрите на эту чашку. Да, ее годами, может быть, тысячелетиями не мыли. Сняли немного усталости, и никаких штрафов, по сути, мы не получили, да? То есть чувствуем мы себя нормально. Давайте еще, наверное, пару кружечек возьмем. Может быть, нас торкнет как-нибудь, если я выпью сразу три кружки. Так, давай еще тащи кофе. Еще, 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 еще. По-моему, нет, ничего не происходит. Можно кучу чашек выпить и таким вот образом полностью... Так, ну-ка, полностью избавиться от усталости. Да, ничего не происходит, смотрите, уже четвертую чашку выпиваю. Может, это не кофе? Че ты там подмешиваешь? Ну-ка, признавайся. Так, ладно, друзья, погнали. Погодите, мужики. Удачи. Ехал я на нашу последнюю остановку в туннель, и произошло кое-что страшное. Я, твою мать, опять врезался в Леньку, друзья, и снова я его убил. Второй раз. Второй раз. Два раза подряд. Я его случайно убиваю. Господи, боже мой. Его только вылечили. Смотрите, он снова провалился. Его только спасли. А я снова его прикончил. И странно даже, на самом деле, что я жив, потому что никаких ремней, никакого каркаса безопасности. Я впилился ему лоб в лоб. И я вроде как целый. Давайте сейчас смотрим наш фургончик. Ну да, вмятина есть. Так, друзья, ну нужно что-то делать. Нужно что-то делать, потому что второй раз с деревом не прокатит, наверное. Давайте, короче, сделаем вот так. Вот мы дадим его молоко протухшее. И на этот раз он просто траванулся молоком. Траванулся. Нет, знаете, он открывал молоко, и, в общем, палец порезал, кровь вот растеклась. Но потом, несмотря ни на что, он решил все-таки допить молоко, раз уж столько крови потерял, открывая его. И умер от сильнейшего отравления. Так, давайте тогда вскроем упаковочку. Сами попьем. Сюда кидаем. Так, все, очередной... Очередной несчастный случай. Куда делся пакет с молоком? Так, все ясно. Так, блин, как бы достать его... Нормально, нормально. Так, вот, смотрите, в руке у него... Это молоко было. Так, все, ну а мы тут, естественно, ни при чем. Как всегда, мы обратно выезжаем. Поехали, уже доедем, блин, до тоннеля, до другого конца. Да уж, только вытянули Леньку с того света, он опять туда отправился. Мне кажется, это Ленька, на самом деле, виноват. Мне кажется, он склонен к суициду, он самоубийца. Он специально каждый день выезжает ко мне навстречу. И таким вот образом он совершает самоубийство. Так, все, друзья, мы доехали до путей, так что я тут вообще не виноват, вдвойне. Так, давайте, наверное, вот так вот заворачиваем. Аккуратненько темно, ничего не видно. Возможно, мы в туннеле и заночуем. Скорее всего, так и будет. Как раз опробуем нашу софу. Так, тихо-тихо-тихо, заезжаем аккуратненько. Ну, по-моему, все то же самое. Сейчас такая же точно надпись будет. Наверное, давайте на третью передачу даже. Я надеюсь, я не впилюсь сейчас. Да, тоже черная стена. Так, тихо-тихо, притормаживаем тихонечко. И та же, по-моему, надпись. Точно такая же. Да, точно такая же надпись я перепроверил. Что ж, тогда здесь давайте и заночуем, хотя бы попробуем. Так, открываем дверцу и заваливаемся. Я надеюсь, спать. Да, смотрите, получилось. Посмотрим, получится ли встать. Мы никуда там не провалимся, спустя к стурку. А то сейчас было похоже на то, друзья. Так, ну нормально, нормально. Через крышу выпрыгиваем. Все, поспали. Смотрите, уже раннее утро. И пора уже ехать домой. Так я, пожалуй, и сделаю. А на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.